Сегодня в областном центре состоялось официальное и долгожданное открытие самого большого за полярным кругом торгово-развлекательного комплекса Мурманск Молл. Его появление жители региона ждали без малого 12 лет. Первые посетители уже смогли пройти по этажам комплекса, оценить дизайн и сделать покупки. Вместе с ним внутри комплекса побывала и наша съемочная группа. О необычном дизайне, планах и интересных технических решениях, воплощенных строителями и дизайнером проекта, наш сюжет. Самый крупный торговый объект за полярным кругом. Площадь Мурманск Молл. составляет рекордные 80 тысяч квадратных метров. Он станет гарантом качества жизни для всех мурманчан. На первом этаже, прямо напротив входа, стоит один из таких символов – памятник кошельку. Это еще и оригинальный аттракцион, где каждый желающий может проверить свою меткость. Вообще же разных архитектурных форм на территории комплекса – пять, в том числе оригинальные фонтаны с подсветкой. Правильно назвать это торгово-развлекательным центром, потому что, безусловно, здесь достаточно широко представлены развлекательные составляющие. Это девятизальный кинотеатр «Мультиплекс», который тоже осенью должен открыться. Сейчас тоже в стадии отделки находится. Но превалирует все-таки, безусловно, торговая составляющая. Но и развлекательных зон, в том числе и детский игровой центр, безусловно, это все тоже наличие. То есть мы надеемся, что здесь можно проводить досуг семейный, как с точки зрения развлечений, так и с точки зрения покупок. В общем, во всех форматах. Небольшую церемонию открытия не стали затягивать, ведь у главного входа в МОУ уже собрались первые посетители. Арендаторов, что успели занять свои площади, наградили дипломами от городской администрации. Не обошлось и без символического перерезания красной ленточки. Ну а после внутрь пустили всех желающих. Для тех, кто любит совершать покупки, МОУ предоставляет уникальную возможность. На четырех этажах комплекса сосредоточено около 150 магазинов. Пока работает только 30, однако каждую неделю будут открываться новые. Уже к осени, по словам руководителей проекта, все торговые площадки найдут своих арендаторов. Zara, Bershka, Stradivarius – лишь некоторые бренды федерального уровня впервые будут представлены в Мурманске, именно здесь, в Моле. Сейчас сотрудники комплекса вышли на финальную стадию переговоров с известным шведским брендом H&M. Конечно, нужно пару слов сказать о мурманских бизнесменах, и не только мурманских, это те, которые будут здесь, в этом здании, заниматься бизнесом. Конечно, хочется пожелать им удачи, потому что время очень непростое, но я уверен, что у них все получится. Поэтому я всех поздравляю и желаю всем успеха. Внутри будет комфортно и людям с ограниченными возможностями здоровья. Подняться на каждый из этажей можно по специально спроектированным лифтам. На автоматических дверях есть кнопки-блокираторы для инвалидов, передвигающихся на колясках. Внутри построены и специальные туалеты, не стесняющие движения. Посетителей особенно поражает дизайн интерьеров и продуманность в мелочах. Первое поведение свободное, комфортное, уютное. Европейский стиль устраивает очень. Замечательно. Пусть мелочане радуются. Очень понравилось уформление, мне нравится стиль всего магазина, все такое современное. Прям появляется какое-то ощущение, что мы находимся в большом городе. Очень приятно, что постарались, сделали просто место, где можно проводить время с друзьями, развлекаться. Очень, считаю, это большая, большая прогресса для нашего города. Спасибо всем за нашим магазинам. Мне безумно понравился вход в магазины, которые уже на данный момент открылись. Мне кажется, очень здорово, что открылся этот центр. Большой, красиво, очень даже заблудиться, мне кажется, можно. Красиво смотрится Мурманск Моу и снаружи. Он выполнен в стиле супрематизм художников 20 века. Перепутать или проехать мимо такого здания точно не получится. Ну а вопрос с парковками решили при помощи двухуровневой стоянки на более чем 1200 автомобилей и кругового движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова